Творчество не знает границ. Это хорошо понимают ребята, принявшие участие в большом международном конкурсе «Я рисую Россию». В рамках отбора, объявленного Российским центром науки и культуры в Бресте, на адрес организаторов было направлено порядка 70 работ, 10 из которых были номинированы учреждением для участия в международном этапе. Было представлено около 70 работ, в результате чего компетентная жюри выбрала 10 наиболее лучших, которые экспонировались на 6-м конгрессе соотечественников, который проходил в Москве. Стоит отметить, что из 10 заявленных работ одна была отмечена особенно и возведена в ранг дипломанта. Счастливым обладателем такой важной награды стала Валерия Евса, учащаяся средней школы номер 14 имени Фомина. Девочка очень рада такому признанию, ведь мечтает связать свою судьбу с изобразительным искусством. Я решила рисовать эту картину, когда мне сказали, что появился такой конкурс «Я рисую Россию». Я рисовала ее примерно неделю, в этом мне помогала моя учительница по рисованию. Мое влечение к рисованию появилось у меня еще с детства, и я свою идею к этой картине взяла вместе с учительницей. Здесь нарисована девушка, которая обернута к солнцу, и у нее русский народный поток. Ни один из участников мероприятия не остался без памятного подарка. Представители Российского центра науки и культуры поощрили всех юных художников грамотами и книгами. Хорошим завершением торжественного мероприятия стала презентация фильма, который ближе познакомил ребят с удивительным многообразием России и вдохновил на участие в следующих мероприятиях. Кроме призов и грамот, которые пришли из Москвы, все эти дети в течение года будут задействованы в различных культурно-образовательных поездках, таких как «Здравствуй, Россия!» по мере взросления, естественно. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.